Добиваться правды вслепую решил 66-летний пенсионер. Он устроил акцию протеста перед больницей, врачей которой винит в своей слепоте. Игорь Михайлов почти полностью лишился зрения, как он утверждает, из-за халатности врачей, которые вовремя не провели необходимую операцию по удалению катаракты. Теперь почти полностью ослепший пенсионер, всю жизнь проработавший строителем, решил разорвать свои почетные грамоты и наградные листы, потому что прочесть их больше не сможет. Это грамота, просто благодарность за хорошую работу, за вклад в строительство дворца спорта. Это благодарственное письмо за вклад на объект автозавода. Тоже, куда же. Врач сделал безобразие. Левый глаз катаракт. Она мне делала вовремя операцию. И когда я ослеп, она мне слепала. Пять процентов осталось. Почетный строитель России. Наградной лист. Вот так вот. Здравствуйте. Я замклах врача. Что происходит здесь? Что за акции? Кто разрешил? Забирайте, пожалуйста, и прошу покинуть. А куда покинуть? Игорь Иванович, это вы? Я не знаю. Это прямо в умный объект. Знаете, я хочу подышать. В той больничке, где я слепоту получил. Эти грамоты говорят о том, что вы слепоту получили? Нет. Это говорят о том, что вы должны работать так, как вот здесь написано. Но вы, к сожалению, так не работаете. У меня один единственный вопрос. Почему мне сделали операцию поздно? Ваши все вопросы, ваши проблемы разрешат специалисты. Вы стоящие организации медицинские. Обращайтесь. Ну не таким же образом. Вот вы пришли там. Ну что вот это? Давайте вот кто, любой, приходит, будет приходить на территорию Кремля там. Вот это все, вы понимаете, объясняйте ситуацию. Это все не серьезно. А вот это что такое? Наградной лист. Москва. Ничего страшного. 46 лет строительства. Дворец спорта, театр комедии, драм-театр, пятая больничка, новый корпус, областная больница, городская, детская больница. И это тоже. Вы знаете, я когда слышу про третью больницу, у меня кожа сразу же гусина делается, я сдрагиваю. Кстати, пенсионер уже обращался с заявлением в правоохранительные органы. Но все осталось без ответа. И пострадавшие предполагают, что уголовное дело возбуждаться уже не будет.